Террамобил дарит вам возможность купить автомобиль Рено по очень выгодной цене. С этой песней волонтеры Нефтекамского педагогического колледжа неоднократно выступали на самых разных площадках, где-то и не по одному разу. Однако на сцене психоневрологического интерната она звучала впервые. Студенты признали, что выступать было волнительно. Здесь особенные зрители, для которых хочется сделать все идеально. До этого в прошлом году мы выступали в детском реабилитационном центре. Там были дети-инвалиды. Здесь нечто похожее, только это уже взрослые люди. Понятно, что выступать для них сложнее, так как это все же, хоть и с какими-то отклонениями, все же взрослые. Очень волнительно. Боимся что-то упустить, запутаться, забыть танец, например, текст песни. А так было очень приятно выступить. Сегодня в ПНИ находится около 300 подопечных. К ним периодически приходят в гости волонтеры из разных организаций и учреждений. Гостям рады всегда. Для подопечных ПНИ это все равно, что свет в оконце. Давно мы заметили, что такие мероприятия очень благоприятно сказываются на самочувствии наших получательных социальных услуг. У них повышается настроение. Обстановка в нашем интернате не самая, скажем, благостная. Но тем не менее, вот эти мероприятия, они скрашивают им жизнь. Они эти мероприятия ждут. Концерт от волонтеров Педагогического колледжа настолько впечатлил сегодняшних зрителей, что они выступили с предложением постоянного сотрудничества. И хотелось бы нашим артистам, почти щукинцам, предложить в качестве сцены нашей для генеральных репетиций, перед поездок куда-либо приходить к нам. И на нашей сцене с нашими зрителями свои репетиции проводить. Большое спасибо вам! Студенты к такой инициативе отнеслись с благодарностью. Это очень полезное предложение. У нас пока в актовом зале идет ремонт, а мы полноценно репетировать не можем. И эта сцена вполне подойдет для многих репетиций. Отметим, что выступления студентов в ПНИ – это лишь старт череды мероприятий, приуроченных Международному дню инвалидов. В Нефтекамске действуют не менее пяти различных организаций, которые участвуют в судьбе людей с ограниченными возможностями. В каждом из них запланированы встречи в преддверии Международного дня инвалидов. Лариса Миронова, Азад Давлетшин, информационная программа «Время новостей».